всем привет сегодня вот по случаю хотим вам показать и рассказать про проблемы которые бывают у лошадей со спиной как это выглядит почему это возникает и что с этим делать проблемы со спиной лошадей могут возникать по массе разнообразных причин может быть неподходящее седло может быть не очень правильная работа когда лошадь работает с прогнутой спиной все время вот в таком вот состоянии может быть также не очень хорошо ездящий садник который очень жестко едет и плюхается лошади по спине вот у данной конкретной лошади у нее проблема в сближенных позвонках на пояснице то есть то что в народе называется синдром целующихся позвонков и вот он тоже в какой-то момент начал жаловаться на спину очень сильно что-то пошло не так его работе вот сейчас мы вам покажем как это выглядит так вот чтобы проверить насколько у лошади нормально себя чувствует спина вот берем кулаком вот так вот костяшками пальцев проводим с небольшим нажимом вот по мышцы вдоль спины вот видите как он прогибать спину причем имейте ввиду что вот у лошади позвоночник вдоль позвоночника вот здесь проходит связка по связке не надо нажимать то есть на на связку лошадь ну в любом случае может среагировать а дальше идет вот широчайшая мышца спины примерно вот здесь и вот по этой мышцы мы проверяем вот опять видите как лошадь и очень неприятно она зажимает спину она пытается уйти сейчас проверим с этой стороны вот это же самое с другой стороны конь потерпи чуть-чуть костяшками пальцев с таким небольшим нажимом проводим по спине и вот вот в районе поясницы видите как он зажимается у него вот явно вот тут болит причем обратите внимание что лошади очень сложно даже ровно стоять то есть вот я сколько не пыталась мне почти не удалось поставить его ровно на четыре ноги он постоянно поджимает одну заднюю ногу то другую чтобы облегчить себе поясницу чтобы было не так больно вот я его пытаюсь поставить ровно но у него это никак не получается давай конь попробуй вот давай 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 чуть-чуть чуть-чуть еще чуть-чуть нет вот он не хочет даже на две ноги опереться как следует если бы нам удалось его поставить ровно то мы бы увидели что у него поскольку у него в большей степени проблема справа вот здесь вот вот у него круп сзади немножко как бы более перекачан в качестве компенсации то есть он чуть повыше чем чем левая половина крупа и вот еще тоже обратите внимание что у него накачались вот здесь вот такие подушки а вот здесь у него все ушло все мышцы то есть такая ну как бы неравномерная очень получилось прокачка мышц попа крупа именно из-за того что он вынужден компенсировать свою больную поясницу вот сейчас для сравнения я вам покажу как реагирует лошадь со здоровой спиной на такие же манипуляции вот у нас лошадь у которой со спиной все в порядке более-менее вот посмотрите сразу он стоит на четырех ногах совершенно нормально там может быть не очень ровно там так как ему удобно но опирается равномерно на четыре ноги вот если я буду ему проводить тоже вот здесь вот по спине он конечно немножко удивился но спина у него совершенно никак не не реагирует на моем на мои нажатия не с этой стороны и вот с этой стороны тоже я провожу то есть мышцы никак не реагирует на это дело то есть он их не сжимает не прогибает вот спина как была так она и есть бывают конечно очень щекотливые лошади которые в принципе очень ревностно относятся вообще к любым дотрагиванием до себя и там которых даже сложно почистить потому что вот вы их начинаете чистить они там ай ой поэтому очень важно просто знать свою лошадь как она в здоровом состоянии себя ведет и если вот вы допустим чистите лошадь и заметили какую-то необычную реакцию вот на спине это уже может означать что начались какие-то проблемки то есть то сравниваете свою лошадь со своей же лошадью ты очень грязный конь вот и вот если на лошадь со здоровой спиной и там здоровыми ногами и прочими частями тела посмотреть сзади то у нее сзади она будет выглядеть примерно одинаково и слева и справа то есть мы мышцы крупа у нее будут развиты одинаково вот мне сейчас удалось поставить коня почти ровно ну хотя бы на две задние ноги и вот можно посмотреть как у него выглядит сзади круп ну наверное видно что правая сторона у него немножко более развита чем левая вот это также сказывается и на работе лошади у него больше проблем при работе в левую сторону потому что левая сторона у него более слабая более слабая